А перед началом ролика я бы хотел поблагодарить новых подписчиков, их имена сейчас вы можете видеть у себя на экране. Чтобы оказаться в этом списке, просто поставь плюсик под первым закрепленным комментарием, не забудь нажать лайк и колокольчик. Когда в марте 2016 года Apple представили iPhone SE, я реально не мог поверить своим глазам. Они сделали новый iPhone с железом от iPhone 6s в корпусе от iPhone 5s, я не понимал что это за чушь, кому она нужна и что вообще думали инженеры Apple, когда сделали вот это. Но затем я как-то проникся новинкой, увидел его в новом розовом цвете, на тот момент было довольно дико видеть iPhone 5s в розовом корпусе. И те, кто покупали SE, старались всегда выбрать именно в розовом цвете iPhone, потому что хотели выделиться, тем самым подчеркнуть, что вот мол смотрите я не нищеброд, я позволил себе iPhone SE. Сейчас может показаться смешным, но реально iPhone SE стоил дорого. На тот момент он стоил практически как iPhone 6s. В 2016 году я задумался о покупке нового iPhone и передо мной стоял выбор, купить iPhone 6s или iPhone SE. Железо у них было практически идентичное и совсем небольшая разница в цене. Что-то в районе 5000 рублей. iPhone 6s стоил тогда 45, а iPhone SE можно было урвать за 40. Но разница у них была все-таки в железе, в корпусе, в экране. И я решил, что переплачу и куплю лучше уж iPhone 6s. Но спустя буквально несколько месяцев случилось что-то неописуемое. Цена на iPhone SE резко обвалилась и он стал стоить вместо 40 тысяч, что-то в районе 20. И тогда естественно я не удержался, пошел и купил свой iPhone SE. На тот момент у меня было два iPhone 6s и SE. Я не совсем понимал, зачем я это сделал, так как это были практически два идентичных по железу гаджета. Но он меня очень привлекал. Этот гаджет реально обладает какой-то харизмой и до сих пор притягивает внимание. Сегодня я хотел бы с вами поговорить об iPhone SE, о его работе на iOS 13 и вообще об актуальности. Когда берешь в руки этот iPhone после iPhone 11, после iPhone XR, ты реально находишься в шоке. Это прям без преувеличения. Ты не можешь привыкнуть и понять, что таким как смартфонам когда-то вообще пользовались. Его экран кажется откровенно очень маленьким. Я думаю, что к этому можно привыкнуть, попользовавшись им в течение, допустим, нескольких дней. Но вот изначально, когда ты только берешь его в руки после новых моделей iPhone, ты не можешь понять, как вообще этим можно пользоваться, как на этом можно печатать и, в принципе, почему люди до сих пор ходят с этими iPhone SE. Удивительно, как быстро мы привыкли к этим огромным экранам на современных гаджетах. Потому что совсем недавно, я помню, когда пользовался iPhone 4s и появился только-только iPhone 5 и 5s, все думали, что у них очень большой экран, хотя он, по сути, маленький, всего 4 дюйма. Но я знаю, что очень много людей до сих пор остаются приверженцами таких вот маленьких экранов и ни в какую не приемлят даже iPhone 6, который для меня сейчас тоже кажется очень маленьким. По эргономике этот смартфон безумно приятный. Если отбросить все предрассудки по поводу его маленького экрана, можно сказать, что он действительно очень-очень классно лежит в руке и, что самое главное, по нему очень приятно разговаривать. Когда держишь его у уха, создается такое приятное чувство ностальгии. Ты вспоминаешь былые времена, когда мобильники были совсем компактными и ты мог даже не заметить, что он лежит у тебя в кармане. Такого, конечно, уже не скажешь о современных iPhone XR, например, или 11, которые весят добрых 200 грамм, ну и по размеру существенно крупнее. Как я уже сказал, разговаривать по нему довольно приятно. Самое главное, чтобы собеседник был правильным. Я хочу позвонить, я что тебе, идиот? iPhone SE очень даже неплохо оснащен. Его начинка это двухъядерный процессор Apple A9, 2 гигабайта оперативной памяти, и вместе с небольшим экраном это гарантирует довольно хорошую производительность. Чтобы вы понимали, iPhone SE работает примерно так же, как iPhone 7 или 7 Plus, а эти гаджеты безумно мощные и на данный момент абсолютно еще не собираются на покой. Так и наш маленький дружочек iPhone SE работает на последней iOS 13, предлагает абсолютно все-все-все нововведения, которые содержит в себе эта замечательная система, в том числе и темная тема. Как же дико видеть темную тему на iPhone 5s, потому что все еще этот гаджет воспринимается, как будто бы, ну какой-то iPhone 5 или 5s, дизайн все-таки старый, и когда ты держишь его в руке, и на нем вот это вот iOS 13 с темной темой просто ломаются шаблоны. По сути, iPhone SE это современный гаджет, который имеет на борту абсолютно все нужные функции. Что я понимаю под понятием нужные либо необходимые функции, это, конечно же, поддержка приложений современных такси, мессенджеры и прочая лабуда. Хорошая, неплохая камера, которая может делать сносные снимки в хорошем освещении, записывать неплохое 4K видео и при этом удовлетворить практически все потребности обычного рядового пользователя. Конечно же, в этом iPhone есть NFC-оплата, с помощью которой вы можете оплачивать свои покупки без проблем в магазинах, при этом не таская с собой миллиард карточек различных. Просто добавив их все в Apple Pay, вы можете пользоваться этим и наслаждаться полноценно технологическим будущим. Также этот смартфон не обделен сканером отпечатка пальцев. Раньше ходила информация, что в iPhone SE установлен еще Touch ID первого поколения, и по сути это должно говорить нам о том, что он довольно медленный. Но я совсем не согласен с этим, потому что я пользовался iPhone 5s, и там практически всегда приходилось просто-напросто отключать этот Touch ID. Невозможно было разблокировать iPhone, постоянно он не определял палец, постоянно приходилось вводить пароль. Тут же такого абсолютно не происходит, и из 10 попыток разблокировать iPhone все 10 будут удачными. Это говорит нам о том, что скорее всего в скорости разблокировки и точности разблокировки участвует одновременно еще и процессор iPhone, а тут он, как я уже сказал, неплохой. Чтобы вы понимали, насколько крут процессор Apple A9, не так давно я сравнивал iPhone 6s с iPhone 8 Plus. И там iPhone 6s был совсем не аутсайдером, в некоторых моментах он был даже быстрее, чем 8 Plus. Это говорит нам о том, что Apple действительно, когда сделали процессор вот этот вот A9, они немножко переборщили с мощностью, и на данный момент его практически для всех задач хватает. Я на канале уже проводил игротест этого процессора. Я тестировал его просто в хвост и в гриву. В скором времени я планирую еще выпустить сравнение камер iPhone 6s и iPhone 8 Plus. Напомню, что в iPhone 6s установлена точно такая же камера, как в iPhone SE. Соответственно, все те же плюшки и навороты присутствуют и вот в этом вот малыше. Все плюсы iPhone SE я уже описал в этом ролике. И давайте посмотрим на цену iPhone SE, сколько же он стоит. Можно немножко расстроиться, потому что стоит он на данный момент в районе 18 тысяч, и это не совсем та цена, которую должен стоить этот гаджет. Как по мне, идеальный ценник для этого iPhone был бы в районе 10-12 косарей. И тогда за эти деньги это был бы прям топовый гаджет. Его не жалко купить, например, своей маме или подарить бабушке, отцу, брату младшему. Это отличный смартфон на очень стабильной системе, практически со всеми последними плюшечками и наворотами, при этом за совсем небольшие деньги. Но на данный момент такая ситуация сложилась, что он стоит в районе 18 тысяч, и уже на протяжении многих лет цена его просто не падает. Это может означать то, что спрос на него все еще огромный, и люди просто продолжают его покупать. Соответственно, незачем сбавлять на него цену. Я надеюсь, что в скором времени цена упадет, и тогда этот гаджет еще раз, как феникс, восстанет из пепла, и будет нас радовать своим прикольным внешним видом, современной системой iOS и какими-то плюшками. Как я сказал уже в начале ролика, iPhone SE действительно обладает какой-то магией, потому что он притягивает внимание людей по сей день. Совсем недавно, несколько месяцев назад, я пользовался iPhone SE, и ко мне в зале в тренажерном подошел парень и спросил, это что у тебя, типа iPhone 4S? То есть, ну, настолько уже архаично выглядит его корпус, что люди даже не понимают, что это за смартфон. Но при этом я не могу сказать, что его дизайн какой-то некрасивый, отвратительный. Как по мне, на данный момент он выглядит даже очень свежо, потому что все вот эти вот зализанные формы смартфонов уже изрядно поднадоели. Глянцевые корпуса, стеклянные задники. А тут вот, знаете, классический такой прямоугольный рубленный дизайн, который, кстати, возродили в новом iPad Pro. И не исключено, что новые iPhone через год-два будут именно в таком рубленном дизайне. Поживем, увидим. Ребята, не забывайте подписываться на мои социальные сети, Instagram и второй канал. В Instagram я частенько выкладываю фотографии с различных iPhone'ов и других смартфонов. Ну и кому просто будет интересно глянуть на мой профиль, можете заглянуть. На втором канале будут выходить ролики, которые по каким-то причинам не попали на этот канал, поэтому тоже советую подписаться. Все ссылки будут в описании. И там бонусом я для вас нашел еще чехлы и стекла для любой модели iPhone по очень низким ценам. Там сам всегда покупаю, это AliExpress. Дешево, сердитое и качественно. После просмотра ролика не забудь подписаться на этот канал и заглянуть в описание. Хорошего дня, хорошего настроения, почаще улыбайся и покупай только правильные гаджеты. Желательно те, про которые я рассказываю, потому что про говно я вам рассказывать не буду. Всем хорошего настроения и пока-пока. Час ты идиот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok